Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По данным, вирус уже проник на запад области, Василькульские и Тюкалинские районы. В общей сложности африканской чумой заражены 11 районов Омской области и 3 городских округа. Как заверяют санитарные врачи, уже уничтожено почти 13 тысяч свиней. Если эпидемия доберется до крупных свиноводческих комплексов, то планы, видимо, придется корректировать госструктурам. В управлении Федеральной налоговой службы по Омской области сообщили, что по итогам первого полугодия 2017 года четверть всех поступлений приходится на крупнейшие сельскохозяйственные организации. Самый богатый кандидат. Омский избирком опубликовал на своем сайте сведения о доходах участников предвыборной гонки в Омский городской совет. Кандидат от партии ЛДПР Дмитрий Мельниченко оказался рекордсменом по доходам. За 2016 год 40-летний работник Омского НПЗ, оператор технических установок 6-го разряда, судя по этим сведениям, заработал более 109 миллионов рублей. По словам однопартийца-миллионера Алексея Ложкина, такой астрономический заработок не более, чем опечатка. В ближайшее время информация о доходах кандидата будет исправлена. Большое переселение. Омичи массово покидают город и переезжают жить на юг страны. Как рассказало изданию «Кубанские новости» представители администрации Краснодара Татьяна Петрова, первые классы краевых школ оказались переполнены. Она также пояснила, что самый большой наплыв переселенцев зафиксирован из Омска, Томска и Новосибирска. Тем временем, по данным Омскстата, каждый год из города уезжает более тысячи человек. Как правило, основная причина – отсутствие работы. Наиболее привлекательными в миграционном плане, кроме Краснодара, для МИЧей остаются Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Новосибирск. Снег летом для МИЧей становится привычным явлением. На этот раз тонким слоем белого налета накрыло дома в районе парка имени 30-летия ВЛКСМ. Странное вещество первыми обнаружили владельцы автомобилей. По словам очевидцев, внезапно выпавшие осадки очень похожи на пепел. Чаще всего такими выбросами грешат омские ТЭЦ. Впрочем, официальных комментариев по этой теме пока нет. На прошлой неделе подобного рода осадки уже были в другой части города. Однако, как пояснили телеканалы РБК Омск в управлении Роспотребнадзора по Омской области, 17 августа этого года информация о превышении нормативов качества атмосферного воздуха к ним не поступала, так же, как и жалобы жителей об ухудшении самочувствия в связи с выпадением белого порошка. Обращений граждан за медицинской помощью в учреждения здравоохранения на территории города Омска и Омской области с жалобами и симптомами, которые сами пациенты связывали с появлением запаха газа в воздухе, не зарегистрировано. Впрочем, стоит ли надеяться, что на этот раз виновные будут найдены – большой вопрос. Ведь, как пояснили в прислужбе Роспотребнадзора, даже после многочисленных жалоб горожан на запах этилмеркоптана с февраля этого года, все, что смогли сделать чиновники – организовать мониторинг состояния атмосферы. О том, кто же испортил городской воздух так, что мечам стало трудно дышать, ответственные лица пока так и не рассказали. И стены все обедут, и потолок, и вот это вот все вот так вот, как дождь, от этого все ручьем бежит. И так же здесь вот уже ручьем растилами, он весь пол уже начал гнить, все от воды идет. Тот случай, когда ремонт в квартире делают бесполезно. По словам Натальи Еременко, еще весной крыша в этой двухэтажке в поселке Булатова не выдержала и рухнула под тяжестью снега. К счастью, тогда никто не пострадал, однако с тех пор любые осадки оборачиваются потопом. Причем сразу во всех квартирах. Председатель общественной организации «Оплот» Андрей Ткачук уверен, ситуацию можно изменить. Денег на полное восстановление крыши у местных жителей нет. Единственное, что смогли сделать собственными силами – это установить новые подпорки. Это дикая ситуация, которая, честно говоря, очень сильно возмущает. И хотелось бы, чтобы власти все-таки взяли на себя ответственность. Хотелось бы, чтобы контролирующие органы тоже обратили внимание на эту ситуацию. Как так может быть? Завтра дом упадет людям на голову, завалит кого-то, там убьет. Никто, получается, отвечать за это не будет. Хотя я уверен, что ответственные должны быть. По словам жильцов, раньше за старый барак отвечала администрация Омского района. Но впоследствии от здания чиновники отказались. Люди обратились в городскую администрацию с просьбой взять двухэтажку на баланс. Сославшись на ветхость строения, чиновники просьбы жильцов так и не удовлетворили. Сейчас в доме даже нет управляющей компании. В фонде капитального ремонта ветхое строение на очереди тоже не стоит. Зима уже близко, а в доме даже нет крыши. Как пережить холода, местные жители не представляют. Задача номер один до наступления морозов все-таки заставит чиновников найти ответственных. Белый, голубой, красный официальной трактовки цветов государственного флага России нет. Виолетта Дьякова по-своему по-детски рассказывает о том, как она понимает цвета одного из главных символов российской государственности. Белый – это цвет жизни, радости, чистоты. Голубой – цвет Богородицы, небо. Красный цвет – это цвет победы, цвет любви, заботы. День флага в Омске празднуют масштабно. В каждом районе развернут огромный триколор. Одно из центральных событий – автопробег с участием ретроавтомобилей. На праздник приходят семьями и даже целыми предприятиями. Участники молодежного совета, агрегатного завода помогают организовать и провести праздник на территории Ленинского округа. Ну это вообще здорово на самом деле. Это вот то, что всегда и поднимает настроение, во-первых. Во-вторых, заставляет задуматься и не забывать о тех вечных ценностях. О патриотизме том же самом, о котором очень много говорят. Но очень мало кто понимает, что с ним делать и как нужно воспитывать в подрастающем поколении тот самый патриотизм. А это вот как раз наглядный очень пример того, каким образом это можно делать, нужно делать. И обязательно мы будем делать и в дальнейшем. Патриотизм – слово сегодня модное. Без него почти не обходится ни одно выступление или праздник. Но как сделать жизнь лучше без патриотизма, говорит Ольга Свиридович, педагог детского клуба «Пилигрим». Ведь любовь к флагу – стране-городу. Сила, которая заставляет стремиться к чему-то большему. И уроки патриотизма начинаются с праздника во дворе, посвященному, например, Дню флага. Символы нашего государства. Дети обязаны это знать. Они выросли и живут в нашем государстве, в нашей стране, в России. С этого начинается все патриотическое воспитание. Вот такие праздники, как эти, и способствуют будут тому, что дети будут по-настоящему относиться к клубу и гимну и ко всем нашим символам государства. Для каждого патриотизм выражается по-разному. Для волонтеров – это занятие с детьми на праздники, для артистов – песни военных лет. Для участников автопробега – за свой счет провести по городу акцию, чтобы напомнить о мечам о дне флага. Своеобразный исторический ликбез. Люди отвыкли от этого всего. Особенно молодежь. Она ничего не знает. Не знает ни о праздниках, ни о чем вообще не знает. Очень часто открывали стекла и спрашивали, что за праздник. Потому что практически никто об этом не знает. Мы отвечали им, они понимали. И говорили, да, это круто, это классно. Участники автопробега с российскими триколорами на борту совершили патриотический марш-бросок по всем районам Омска. Финальная остановка в Ленинском округе на площадке перед стройрынком Южный, где из автомобилей белого, синего и красного цветов участники флеш-моба выстроили российский триколор. Первый омский медиабаттл от Рослевой форум журналистов и пиарщиков проходит в модном формате рэп-битвы. Последние тренды российского интернета не могли не сказаться на медиаиндустрии. Только здесь вместо рифм и панчи разговор о том, как СМИ должны зарабатывать и экономить деньги. Хедлайнер форума, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин предлагает редакциям экономить на налогах, поменяв статус журналист на индивидуальный предприниматель. Но такой способ оптимизации расходов впечатлил не всех. Когда они уйдут в декретный отпуск, имея свое ИП, они останутся без копейки. Просьба ответить на этот вопрос. А меня не интересует, собственно говоря, копейки барыши, когда они уйдут в декретный отпуск. Потому что так мало. А у вас есть программы наши российские? Меня интересует конкурентоспособность моей индустрии. Беременный журналисток федеральный чиновник отправил в Минтруда. Его же интересует конкурентоспособность медиаиндустрии. По словам Алексея Волина, Минкомсвязи как может, так и помогает СМИ. Например, борется за возвращение рекламы алкогольной и табачной продукции. Так что вызывать на батл, судя по всему, надо было федеральную антимонопольную службу. Жалобы на ФАС звучат довольно часто. Еще один вид заработка СМИ, пиар-губернаторов, на форуме квалифицировали как преступление. К госфинансированию нужен более изящный подход. Мне кажется, что если субсидии даются не за похвальбу, как у нас это понимают, кто платит, тот заказывает музыку. Если это не так, если это на поддержку, если это на развитие, опять же здесь прозвучала хорошая мысль, что помогать нужно сильным, потому что слабый он и так откинется, и в лучшем случае ты просто отсрочишь его конец. На форуме обсудили и брендирование региона, но уже не в жанре батла, а скорее реквиема. Федеральные эксперты заметили в Омской области только черный самопиар. Причем ответственность за это возложили на журналистов. Пока местные СМИ хоронят последние надежды на формирование позитивного образа Омска, города соседи торжествуют. Хотя потенциал для эффективного брендирования в Омске есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова